Мы сейчас прослушали два очень интересных доклада, посвященных таргетной терапии. Надо сказать, что действительно внедрение таргетной терапии существенным образом изменило отношение к лекарственному лечению больных, где семи нервный, не плоскоклеточный браком лёгкого. И вот эта стратегия индивидуализации лечения, проведения молекулярно-генетического тестирования в первую очередь у больных, не плоскоклеточный браком лёгкого, позволила добиться очень хороших результатов, в наш взгляд, если мы сравним со стандартной химиотерапией. Как уже говорилось, на сегодняшний день существуют к трем мишеням молекулярно направленные препараты, и эффективность их, по сравнению со стандартной химиотерапией, существенно выше. Непосредственно эффективность 60-80%, время без прогрессирования около одного года в некоторых случаях переходит через эту отметку. Это касается всех таргетных препаратов, это ингибиторатиразинкенозы GFR и ингибиторатиразинкенозы ALK. Что касается проблемы резистентности, сколько, как не грустно это звучит, если мы посмотрим на правый столбик, приобретённая резистентность, о которой мы будем говорить, она развивается у всех больных. Буквально два слова о первичной резистентности, которая тоже имеет место быть. Вот эти высокие непосредственные эффекты, хотя вроде бы лечение индивидуально подобранное и с учётом патогенеза развития причины опухоли, воздействия на мишень, но добиться стопроцентной эффективности не получается именно из-за того, что существует так называемая проблема первичной резистентности. Это те больные, которые не отвечают на таргетную терапию. Много есть гипотез, с чем это может быть связано, различные варианты редких мутаций, активация других сигнальных путей, но тем не менее порядка 10% больных – это больные, которые первично резистентны, несмотря на наличие активирующей мутации. Существует даже определение термина приобретённой резистентности. О ней мы можем говорить в том случае, если больному проводилась таргетная терапия с учётом выявления активирующих мутаций, и был клинический эффект либо в виде объективной регрессии опухоли, либо стабилизации более 6 месяцев. Кроме того, должно быть подтверждённое прогрессирование в течение последних 30 дней прогрессирования опухолевого процесса во время приёма ингибиторов тирозинокиназа и отсутствие промежуточного звена другого вида системной лекарственной терапии между окончанием ингибиторов тирозинокиназа и назначением другого варианта лечения. Каковы же общие механизмы развития резистентности? Это также касается всех таргетных препаратов, зарегистрированных на сегодня. Первая группа – это возникновение новых генетических нарушений в первичном онкогене, вторичные мутации в киназном домене или амплификации генокиназа. Это касается, опять же повторюсь, ингибиторов тирозинокиназа GFR и АЛК. Второй основной путь развития резистентности – это активация ниже лежащих так называемых сигнальных путей. Кроме того, был зарегистрирован факт изменения гистологического по типу опухоли во время проведения таргетной терапии первой линии. И еще такой момент, как нарушение метаболизма таргетного препарата в опухолевой клетке. Собственно говоря, вот эти знания, они для чего нужны? Для того, чтобы правильно сформулировать и в действие проводить дальнейшую лечебную тактику. Если для первого варианта нарушений, связанных с вторичными мутациями в том же онкогене, то здесь возможно предложить продолжение таргетной терапии ингибиторов тирозинокиназ следующего поколения. И для второй группы больных здесь более многообразные подходы. Здесь, если в практической плоскости смотреть, то это стандартное проведение стандартной платно-содержащей химиотерапии, либо, если мы говорим о возможности проведения каких-то клинических исследований, сейчас таких много проводится, да, с незарегистрированными еще препаратами, это использование таргетных препаратов именно в воздействии на те новые точки, новые мишени, которые проявились в процессе таргетной терапии. Говоря о резистентности, нельзя забывать о таком понятии, как гетерогенность опухоли, и многие, наверное, с этим столкнулись, особенно сейчас, когда стала доступна так называемая жидкостная биопсия. Мы, иной раз, имея возможность просто анализировать несколько проб, видим, что даже возможно сочетание двух мутаций, активирующие мутации при появлении новой, на примере, да, Т790Т мутации, и это тоже один, вот эта гетерогенность опухоли, которая до сих пор, в общем, ну, такое сборное, как бы, понятие, мы до сих пор, имея молекулярно-генетические результаты исследования, не знаем, насколько это отражает истинную картину, поскольку и первичные опухоли, и очаги отдаленного метастазирования, они могут иметь все-таки разные характеристики в этом плане, об этом тоже нельзя забывать. На сегодняшний день актуальна становится проблема той самой биопсии, проблемы мы уже коснулись, да, поскольку факт изменения молекулярно-генетических характеристик на фоне таргетной терапии, он уже неоспорим. И для, опять же, оптимизации путей дальнейших выборов лечебной тактики необходимо новое знание у биологии опухоли, и здесь вот как раз та самая биопсия. Не всегда технически это возможно, хотя у нас в центре мы очень активно за это боремся, наши хирурги нам в этом очень помогают. И на сегодняшний день существует альтернатива в виде жидкостной биопсии, особенно если мы говорим об ингибиторах теразинкина за GFR, это уже метод, который все прочнее входит в практику, и, собственно говоря, для этого есть основания. Это чрезвычайно удобно и для больного, и для врача возможность многократных заборов крови, определения мутационного статуса по плазме крови. Несколько подробнее хотелось бы остановиться на каждом виде. Общие моменты, да, но для каждого вида ингибиторов теразинкина за GFR и ЛК есть определенные особенности. Следует отметить, что разные варианты мутации гения GFR, они предполагают различную чувствительность к ингибиторам теразинкина за GFR. Существуют так называемые редкие мутации, да, и вот в одном из последних исследований по изучению афотинил, препарат второго поколения ингибитором теразинкина за GFR, эта группа очень подробно рассматривалась, и даже вот в этой группе тоже очень разнородные мы получили эффекты. То есть вариант мутации гены GFR, недостаточно знать просто сам факт наличия мутации, но и в том числе желательно с указанием экзона, поскольку вот 12 экзона это более благоприятный, да, фактор, как редкие мутации в 20-м экзоне, мы сейчас не говорим о мутации 790M, поскольку это причина, основная причина приобретенной резистентности, а некоторые другие варианты, они также предполагают различную чувствительность к ингибиторам теразинкина за GFR. Как часто встречаются те или иные механизмы? Во-первых, ну вот еще раз повторюсь, для этого, собственно говоря, такое наглядное отображение механизмов резистентности, оно стало возможным именно благодаря вот этой методике рэбиопсии, повторной биопсии и изучению молекулярной биологии опухолевой ткани. Как мы видим, большая часть пациентов, у которых развилась резистентность на фоне приема ингибиторов теразинкина за GFR, они имеют вновь появившуюся мутацию Т790M, мутацию в 20-м экзоне гена GFR. Сюда же относится и амплификация гена GFR, то есть это то, о чем мы говорили, вот это та самая первая группа пациентов развития вторичных мутаций гена GFR. И, ну, за исключением 20% пациентов, у которых механизм резистентности не ясен, другие варианты встречаются реже, но о них тоже нужно знать, поскольку, как мы видим, здесь имеют место амплификации ген ГР2, амплификации МЕД и мутации БИРАФ, ПИА-3К, то есть теоретически есть какие-то предпосылки уже, опять же, для проведения такой обоснованной терапии, в общем, теоретически, да, обоснованной терапии, не всегда это получается на практике, но тем не менее, эти знания, я думаю, что в будущем они очень помогут. Вот около 10% пациентов возможен переход, трансформация из немелкоклеточного и пускоклеточного рака лёвка в мелкоклеточный рак лёвка. У нас достаточно много больных прошло, но вот не встретилось нам таких, хотя здесь, если иметь подтверждение такого перехода, здесь на поверхности, собственно говоря, выбора дальнейшей стратегии, это позиция с плотином, и, наверное, это лечение должно быть эффективным. И, кроме того, вот эпителиально-безонхимальная трансформация у 2% больных, это такой вариант резистентности тоже был описан. В рекомендациях уважаемых медицинских онкологических сообществ определение, проведение повторно-молекулярного тестирования, в частности для определения мутации Т790М, это уже стандартная процедура. Поскольку у нас в стране препарат не зарегистрирован, препарат третьего поколения, да, Тагриса, то этот тест для определения мутации Т790М мы в некоторых случаях проводим, поскольку это позволяет в дальнейшем определить, возможно или невозможно возвращаться к ингибиторам тироазинкинас в случае, если эта мутация есть, то, наверное, после проведения химиотерапии во вторую линию нет смысла возвращаться на ингибитор тироазинкинас. Если мутации Т790М нет, а еще лучше, если сохраняется активирующая мутация, то есть смысл в поддержку назначить ингибитор тироазинкинас первого-второго поколения. Ну это, собственно говоря, вот подтверждение, сладо подтверждающий возможность использования жидкостной биопсии, высокой конкордантности, это сравнение результатов тестирования по плазме и по опухолевой ткани, практически приближается к 100%. Поэтому, если есть такая возможность в некоторых центрах, наверное, надо активнее этим пользоваться. Какие же практические рекомендации с учетом полученных результатов тестирования могут быть предложены? При выявлении мутации Т790М это после внедрения зарегистрированных у нас препаратов в практику, это препараты третьего поколения, эти препараты успешно применяются в других странах сейчас, да, ГРИС, да. В других случаях продолжение ингибитор тироазинки на ZGFR. В каких случаях это возможно? Сразу оговорюсь, что это не указание, как бы не для всех опция. Это возможно дело в том случае, если отсутствует симптомное прогрессирование, если имеет место торпидное истечение болезни и от обследования к обследованию, мы видим медленное нарастание, да, объем опухолевой массы, там 1-2 мм. И при этом, очень важно, еще раз повторюсь, при отсутствии симптомов прогрессирования клинических. Во многих международных исследованиях по изучению таргетных новых препаратов, собственно говоря, и прописано, что при первой регистрации прогрессирования опухолевого процесса решение остается за лечащим врачом. И если врач видит целесообразность продолжения таргетной терапии, она должна быть продолжена. Кроме того, здесь может быть добавлена такая опция, как локальный контроль за очагами прогрессирования. Это возможно в том случае, если мы имеем контроль за теми проявлениями болезни, с которыми мы начинали лечение. И единственным проявлением прогрессирования стало появление метастаза, чаще всего это головной мозг и надпочечники. То есть возможен метод локального контроля, либо хирургический, либо с участием лучевых терапевтов, применение соответствующих методик лучевой терапии. Наиболее распространенная тактика, наверное, для нас это использование химиотерапии, стандартной химиотерапии, платин содержащей, если позволяет состояние больного. Очень интересная опция, комбинированный подход, чуть попозже я скажу, и иммунотерапия. Не буду, наверное, останавливаться подробно, да, осимертениб, тагриса, препарат, который мы ждём, который эффективен у больных с прогрессировавших на ингибетрах теразинкина с первого и второго поколения, показывает очень хорошие непосредственные эффекты около 60% с медианой выживаемости 11 месяцев. Этот слайд по поводу первой линии мы пропустим. Очень интересно мне показались результаты исследования люксланг-7. Здесь проанализирована была группа, пусть небольшая, больных, но всё-таки результаты они очень впечатляют. Это больные в первую линию получали либо афотениб, либо гефетениб соответственно с рандомизацией. И поскольку контроль за выживаемостью продолжался, вот была выбрана группа больных, которые продолжили получать препараты ингибетра теразинкина с третьего поколения в связи с тем, что у них была выявлена мутация T790M. И мы видим, что в группе больных, получавших в первую линию гефетениб и продолживших ингибетра третьего поколения, медиана выживаемости она составила 46 месяцев. Это, получается, больные во второй линии лечения 46 месяцев, почти 4 года. Для группы больных, получавших в первую линию афотениб, медиана не достигнута. То есть наблюдение ещё продолжается. На сегодняшний день уже определены новые мутации, которые могут предполагать развитие приобретённой резистентности уже к ингибиторам теразинкина с третьего поколения. Вот описывают мутации L718Q, L844, C797S. Вот различные варианты, они предполагают также дальнейшую тактику ведения этих пациентов. Разрабатываются новые ингибиторы теразинкина с уже с учётом воздействия именно на эти мишени. Если мы говорим о втором пути, активации обходных сигнальных путей, то здесь как раз же опять есть возможность использовать хотя бы в рамках клинических исследований ингибиторов теразинкина с точками приложения. МЕД, ХЕР-2, то есть те рецепторы, которые задействованы и теперь уже играют на этом этапе развития болезни основную роль в канцерогенезе. Что касается, ну это иллюстрации, да, к тому, о чем мы говорили, схемы, да, возможность продолжения таргетной терапии при медленном прогрессировании. Вот тот самый выигрыш 3 месяца, это продолжение приёма эрлатиниба после регистрации первого прогрессирования по критериям рецептов. Это время, оно чрезвычайно важно, потому что вот эти 3 месяца есть возможность, наверное, провести какой-то дополнительный молекулярно-генетический анализ. Кроме того, это действительно качество жизни, о котором мы много говорим. Как правило, таргетная терапия, она лучше переносится, чем вот тот вариант, наверное, наиболее частый химиотерапии, который мы могли бы этим больным предложить. Поэтому вот этой опцией можно воспользоваться, опять же, говорить, у определенной категории больных. Наиболее частый вариант – это химиотерапия. Извините, увлеклась. Эффективность химиотерапии, она, собственно говоря, сопоставима с результатами плотиносодержащей химиотерапии в первой линии, вот здесь представлены результаты. И для нас, в общем-то, в наших реалиях, наверное, это основной путь, по которому мы идём. Вот тот самый комбинированный подход, попытка преодолеть резистентность, вызванную мутацией 790-М и другими вариантами. Комбинация афотениба и цитоксимаба – это воздействие как бы на одну мишень, но с разных точек. Использование моноклонельного антителок к рецептору эпидермального фактора роста и использование малой молекулы ингибитора теразинкиназа GFR. Как мы видим, этот подход оказался эффективен и у больных с мутациями T790-М, и в том числе у больных без мутации. Это исследование проводилось, ещё раз напомню, на популяции больных, спрогрессировавших на ингибиторах теразинкиназ первого поколения. Мы в своей практике придерживаемся рекомендации русской, и вот здесь, собственно говоря, не очень хорошо видно, но, собственно, какие варианты после прогрессирования и возможность продолжить терапию ингибиторометеразинкиназ, и в каких случаях нужно переходить на другие варианты лечения в случае развития симптомного прогрессирования либо метастазирования, использование локальных методов контроля. Про метастазы в головной мозг уже тоже говорили предыдущие докладчики. Хочется ещё раз сказать, что вариант прогрессирования в виде появления метастазов в головной мозг – это своего рода тоже такой вариант резистентности. Но надо отметить, что таргетная терапия в данном случае всё-таки более эффективна, чем химиотерапия. Мы видим непосредственные эффекты и отдалённые результаты. Мы анализировали свой опыт больных, которые получали у нас в клинике Афоцинип. У нас отдалённые результаты общей выживаемости, время без прогрессирования больных с метастазами в головной мозг не отличалось от общей популяции больных. Ну вот здесь рекомендации НССН я привела. Это поскольку нет у нас зарегистрированного препарата третьего поколения, осемертенип – это показание для применения. Возможно, нам это очень пригодится в ближайшем будущем. Ингибиторы тирозинки на ЗЛК. Резистентность к ним также развивается приблизительно в те же самые строки. Что касается особенностей. Долгое время было описано много вариантов транслокации АЛК. Разные партнёры описывались и не было ясно их прогностическое значение. На сегодняшний день, уже Сергей Владимирович об этом говорил, было показано, что разные варианты транслокации предполагают разную чувствительность кризотенибу. Собственно говоря, вот этот слайд. Высокая эффективность в первую линию с медианой времени до прогрессирования 11 месяцев. И, собственно говоря, что, вот как это видно на слайде, вот это, собственно говоря, первичную резистентность я хотела показать. Те больные, которые не ответили на лечение. То есть здесь есть вопросы, и в том числе многие исследователи, которые эту тему разбирают, есть некоторые вопросы к диагностике. Каким образом была зарегистрирована, был поставлен диагноз АЛК-позитивного рака лёгкого. Возможно, есть какие-то такие чисто технические моменты. Для АЛК-позитивных больных метастазов в головной мозг – это своего рода такая визитная карточка. Большинство пациентов, они уже исходно имеют метастазов в головной мозг. И если мы проанализируем два исследования, в первом исследовании практически у половины больных, получающих кризотениб, развились метастазы в головной мозг. В втором исследовании цифра почти такая же. Надо сказать, что у большого количества больных, у 85%, это было единственным очагом прогрессирования. Это как раз та самая популяция, к которой можно применить тактику продолжения таргетной терапии с методами локального контроля. Что касается механизмов резистентности кемогибитера АЛК, то же самое. Вторичные мутации в гене АЛК и амплификации гена АЛК – это практически половина больных, резистентность у которых развилась вследствие именно этой причины. Во всех остальных случаях мы имеем место с активацией и кейрас, кит, инсулиноподобными рецепторами и активация пути ЭДЖФР. Опять-таки, сразу на поверхности активации пути ЭДЖФР возможно использование, наверное, ингибиторов тирозинкиназа ДЖФР. Что касается, опять же, различий между двумя вариантами резистентности при ЭДЖФР и АЛК-позитивных опухолях. Если мы в случае ЭДЖФР имеем всё-таки одну доминантную мутацию резистентности Т790ТМ, то в случае транслокации АЛК, то здесь описано сразу несколько этих вариантов. И очень важно, учитывая наличие препаратов уже второго поколения, наверное, большее внимание уделять диагностике для того, чтобы лечение проводилось не эмпирически, подбор препаратов второй и третьей линии последующих, да, при назначении гибиотерозинкиназ, а именно с учётом наличия той или иной мутации, вызвавшей резистентность к препаратам первого поколения. Ну, вот в таблице обозначены, да, все известные на сегодняшний день варианты мутации, предполагающих резистентность к препаратам. И, собственно говоря, здесь можно переходить, да, существуют некоторые перекрёсты и, возможно, переход с одной линии на другой, вот, имея такие достаточно серьёзные предпосылки. Какие варианты при прогрессировании, обусловленном мутациями в киназном домене гена ИЛК существуют? Препарат с ретиниб, который у леченных больных показал очень высокую эффективность, более 50%, с хорошими отдалёнными результатами. Препарат алектиниб, аналогичные результаты, кроме того, для этого препарата есть такая особенность, препарат чрезвычайно активен у больных с метастазами в головной мозг. Есть что-то такое, что позволяет этому препарату проникать через гематенцифалический барьер и работать там, где эффективность других препаратов минимальна. И, наверное, это нужно учитывать, если есть доступ ко всем препаратам, есть возможность выбирать, то больные, спрогрессировавшие в виде появления метастаза в головной мозг, это кандидаты для проведения таргетной терапии алектинибом. Новые препараты... Елена Валерьевна, мы выходим из графика сильно. Новые препараты, это, о чём уже тоже говорили, брегоциниб, ларлатиниб, препараты, которые на сегодняшний день активно изучаются, и будем надеяться, что в ближайшее время мы станем активно их использовать. И общий момент ещё раз подытожим. Да, резистентность, что развивается на всех видах таргетной терапии, нужно быть доктору готовым на на любых этапах, в общем-то, лечению, поменять тактику и своевременно назначить адекватное лечение. Знание механизмов развития резистентности – это ключ для создания оптимальных алгоритмов таргетной последующей терапии. И для определения конкретной причины резистентности нужно активно использовать методы ре-биопсии, жидкостной биопсии, всё, что есть в доступе. Таргетные препараты последующих поколений, они более активны в отношении метастазов головной мозг. И, собственно говоря, то, о чём сейчас все говорят, это индивидуализация лечебной тактики. Знание вот этих теоретических предпосылок, оно должно привести непосредственно к улучшению отдалённых результатов лечения больных к оклеточным ракам лёгкого. Спасибо. Спасибо.